Всем здравствуйте, всем доброго позднего вечера. Ну что, начнем сегодня чуть раньше. Нечего затягивать это дело. И начнем, что называется, с места в карьер. Потому что придется, скорее всего, немножко пострадать. Вчера все-таки под конец было тяжковато. Я уже явно уставал. Еще раз говорю, на выходные у меня довольно насыщенные, поэтому ничего не поделать. Вот. Надо добить хотя бы третий уровень. Ну и хотелось бы за стрим добить еще и четвертый. Ну это совсем уже программа максимум на сегодня. Вот, да, опции. Так, бомбим пароль. Так, это будет долго, ничего страшного. Для этого и начал пораньше. В том числе. Так. Так, здесь у нас О. Так, все. Паспорт инвалид, он мне не напишет, не напишет. Ну что, начнем с дерьмица или все-таки... Давайте разогреемся с океанским побережьем. Все-таки. А там уже попробуем пройти пустыньку. Да, как мы видим, хороший мотоцикл не сильно спасает. Потому что в пустыне я вообще себя чувствовал просто безруким вчера. Может быть, может быть, может быть, конечно, все зависит еще от усталости. Я не думаю, что эта игра сложнее, чем Master System. Если бы у меня был намного мощнее мотоцикл, я тоже думаю, что не сильно бы это сыграло мне на пользу. Ух ты, какой. Ух ты. Первый нах. Двух миль. Одну миль только проехали. Беги, Форест, беги. Все. Последнее место заслуженное. О, видите, уже, уже приехал. А, нет. Внезапно у нас снесло товарища одного. Так, вообще, конечно, надо чуть не так давить на гашетку, как я вот сейчас сделал. Ох ты, коровушки. Не так давить на гашетку, потому что все-таки мотоцикл нормальный. И выжимать из него максимум смысла особого нет. Уже седьмой хотя бы. И впереди еще двое. Так, неприятный участок был, но я вовремя затормозил. А сейчас... Едем, 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 отлично. Лучше, чем врезаться. Так, и Кира, Кира, по-моему, довольно мирный товарищ. Товарищ редко когда дерется. Так, я уже третий. Уже неплохо. И передо мной двое. Да, вообще прекрасно. Только подзабыл какая дистанция. Ну, точно больше десяти миль. Ай. Здорово, винт. Никак не зареквестит. Мне уже реквестов на весь год хватает. Поэтому я ничего проходить уже на заказ не буду. Здорово, Толян. Какие дела? Какие дела? Мы снова страдаем. Но этот раз я решил взять не ту трассу, которую мне вчера добило, а размяться Техьянским побережьем. Короллы. О, блин, ничего себе. Как с трамплина. Сиганул. Так. Ты кто? Ага. Эта старичка теперь попутка. Прекрасно. Так, что мы все еще пятые. Мне надо отыгрываться. Надо срочно отыгрываться. Ну, вот как раз пара человечков. А-а-а. Ну, Диабло 2, да. Ты все тоже хочешь посмотреть, как я в Диабло играю. Но до Диабло... Я думаю, до Диабло какое-нибудь дело дойдет. Но точно. После всех гонок, которые мне накидали в различных обстоятельствах, скажем так. Так. Я третий. Ага. Тихо-тихо-тихо. Не врезаемся. Там полицейский сзади. Так. Все. Эти двое. Нормально. Уже на виду. Теперь главное просто их дожать. Не спеша. Преимущество скорости есть. Все. Тихонечко. Вот. Отлично. Так. Они скрылись из виду. Теперь вообще на газ давим очень редко. И, кстати, я не зря сейчас это сделал. Ох. Блин. Машин все больше и больше. Смотрите. Машин просто... Ну я понимаю, что типа тихо-тихо-океан... Типа тихо-океанское побережье. Типа проходимый участок. Все такое. Блин, 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 блин. Только не падать. Нормально. Машин посмотреть реально дохренища просто. Нет. Так, 10 минут разменяли. Скоро финиш. Но насколько скоро? Я хрен знает. Чем быстрее, тем лучше, конечно, было бы. Все. Вот он. Есть! А я спидраном не собираюсь, боль-то я буду проходить вслепую. То есть с блайнд раном. Ну посмотрим, ребята. очень много у меня планов на игры но когда это будет хрен его знает она когда я все заброшу будут только играть по вечерам взрослой семейной жизни надо к сами понимаете люди умные так паролик записать ну все с первого раза прошли несмотря на все падения все нормально пишем пароль и будем сейчас превозмогать так там снова буква о попадается смотрю так димон сегодня если будет на стриме то периодически он у нас человек занятой он от димон попросить дьявол пройти на стриме это будет мощно так ну шо пустыня пустыня натерпелся те вчера так 2 и 1 там участок говнист вообще на самом деле тут все участки хороши выбирай на вкус на playstation насколько я знаю дико же порвущая там на четвертом пятом уровне тебя просто смешивают со всем что что на дороге валяется вот с песком с пылью с грязью с говнецом полный набор флэш рояль только мотоциклетный поэтому я народ рашу скорее всего вот вот этим вот все геймгеровским все и кончится спасибо за ускорение потому что все я не хочу не играть него 2 не в 1 даже оффлайн мало желания проходить это оффлайн может что-нибудь другое более путевое взять вот он приехал здравствуйте ваши девочки так сейчас как раз таки гадкий участок да 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 почти остановился блин проскочил до пропустил но это лучше чем грохнуться в него или грохнуться вообще или тем более столкнуться с этим типом на здравствуйте приехали да блин я помню что не поймал что были не то что комом он просто не начинался димон здорово здорово мы страдаем 1 гоночкой прошел но не тут которую вчера не мог пройти то есть все таки дело было не в бобине так здесь все так же здесь все так же погнали с винтажный и ладно но надеюсь за сегодняшний стрим то мы пройдем это я такое бывает на самом деле в road rush 3 с как помню тоже иногда ты час не можешь гонку пройти а потом вот я помню как раз по моему японию и кенью на последнем уровне на стриме очень долго проходил потом включил следующий стрим и две попытки две пройденные гонки сам офигел от такого но что есть то есть вот такой он road rush но опять же третье все таки наиболее сбалансированная игра red zone кстати записал то что мне советовали но опять же когда не дело дойдет ах и за этим более в этом сложная а это уже не юн чтобы тащить уже игр как вы видите пора потихонечку оказаливаться так там указали на 21 даже участок дерьмо а чуть 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 позднее даже так димон ты же так понимаю направляешься в питер ты не из него едешь это обычное дело все к этом надо привыкнуть как-то они 21 все правильно ну да и рано сегодня суббота хоть и по постпраздничная продвинуться куда не с 10 место хотелось бы ой красиво такое ощущение что сапоги были вверху экрана еще не одну секунду ну тут единственный вариант это вот просто тупо ускоряться на прямяках и пытаться хоть аккуратненько проезжать на поворотах ну и тут дофига песка и песок этот бесит особенно в поворотах потому что ты просто не контролируешь мотоцикл так ну седьмое место пока слабовато будет до переданы трое о повезло могу так не повезти потому что явно ситуация не в мою пользу была вот сейчас она явно не в мою пользу да давай беги елки-палки а еще и машинами обогнал так на полугонки есть 8 и вроде бы все вот эти ребята должны недалеко уехать хотя понятное дело это не мото гоночный симулятор где отрывы там фиксируется все такое прочее ой как все плохо тут реально участка в этих дохрена говнистых ну что вот сделать и очень тяжело выезжать обратно на трассу по этому песку ой 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 ну что это такое короче больно будет будем по три сутки баксов забирать нет 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 сейчас машина собьет придурок уйди здоровье что там а прикольно что пока наши лучшие достижения 9 место напоминаю пока не вижу предпосылок к явному улучшению п.б. персонал бест лучшего результата этот третий уровень напоминаю ой ой ну ну что это ну реально но писец все попал в песок ты в жопе песок в жопе прекрасно дальше что нас ждет какие еще мы увидим маскароносные моменты а ну да тут за и тут завыла сирена вон талян проснулся талян у нас это из отряда медленно реагирует такое ощущение без обид слушаю даже в борьбе за десятое место нормально не догонять то есть ладно мы тут догонял их всех побырику как мы видим нифига еще в эту впиливаюсь постоянно елки ладно повезло ну хорошо что трассы все таки периодически сбивается они вот эти тягуны бляха муха масса поиска и как достижение на ваше счастье с это нет он бы сейчас за массы бы вступился о господи о господи о господи о господи как ни странно все проект но пока наше девятое место править девятое место наше бро не нашел ну что ж ты так стыдно товарищ шум опять free hundred бакс получим сейчас я так понимаю но может нет free hundred я может даже и меньше давай вставай рабочий народ о придурок это уже все это уже клиника писец ащи кривоноги криворуки давай подними жопу или на финиш еще побежишь жесть 11 место и даже мне даже пароль неохота будет писать а все я еще перед сам финишем бомбанул прекрасно супер я пароль не буду писать нож эти сколько там 180 долларов вообще погода не сыграет но мотоцикл я пока не накапливаю мне еще пяти хаточку надо просто смех сквозь слезы ладно продолжаем финишировать не уже научились осталось позиции на 10 выше это делать то есть все таки да дело не вам не дело в трассе ну блин ну как вообще не за просто замедляться так тоже тактика не прокатывает что специально медленно ехать ехать сломя голову и просто надеяться что все будет окей но не знаю не знаю опять же участки прям все я запомнить не вижу смысла запомнить что просто всякая херня творится периодически тихо так вот он говно участок ну наконец-то его проскочил но осталось еще 8 миль проехать без происшествий дело шляпе и и и и Повезло, я вот просто уже летел Думаю, а, будь что будет И будь что было, в общем-то Так, третий Внезапно, но мы боремся тут Потому что он, сзади меня двое Другой стороны, теперь даже третье место Меня устраивает, то есть вот эти вот Копеечки заработанные Они уже До 14 тысяч доходят Отлично, повезло Так, Наташа Мы с тобой драться не хотим Насколько я помню А вот с этим типом хотим Где он хрен его знает Ладно, все Третье место меня устраивает, если что А там остальное приложится Не приложится Это тоже было классно По сути в коробочку взяли Надо было Зашибись Спасибо тебе, дорогой Прям вообще Прям От души А, еще этот Хрен сейчас, да? Прекрасно Говно Говно Хорошо шел Хочу заметить Ну вот, пожалуйста Один раз просто тупо не повезло Тупо не повезло и все Ладно Да, блин, еще Помимо этого раза Еще два раза Эту гонку проходить Это печально Это печально То есть опять же Даже здесь осторожность Никакая не спасает Тупо если видишь машину Надо тормозить до талого Ну, если только Перед перекрестком Я не знаю Просто не знаю Жесть вообще Вот только сейчас Колесо очистилось Поехали Поехали Может быть так сейчас наш отличный участок платиновый ну здесь никого ладно таки звуки летают всю весна пришла прилетают насекомые давай игра еще мне усложни жизнь в реале начинаешь доставать насекомыми были еще под прекрасным да тихо тихо и 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 Ладно, не упал, как говорил Алеша Попович. О, отлично, не зацепил. А теперь зацепил. Да. Так, уже пятый. Шестой. Ладно, нормально, терпим. Будут, конечно, в идеале вообще круто не падать, но. Да, хотеть не вредно. Так, и на 10 милях, насколько я помню, там жесткий участок, на котором я там просто кувыркался по обочине. Так, ладно, двое передо мной. Так, ладно. Вот и все. Одна неудачная машина, снова выпускаем соперников. Так, тут развеселый участок пошел. Так, тихо, 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 тихо. Ну все, это, ребят, гг. За милю я их всех не обгоню. Сейчас еще тем более хрен отыграешься. Не успел, не успел. Ну да хрен тебе. Ой. А вот теперь ни хрен. А нет, наверное, все-таки он уехал, да, накатом. Что, наше любимое девятое место? И все, никак не можешь меня поймать. А, нет, поймал. Здоровался. Все страдаем в пустыне. Хорошо шел, боролся за лидерство, но вот этот вот тип все испортил. Своим присутствием. Очередной раз набираем пароль, потому что Pacific Ocean, Pacific Coast я прошел сразу, с первого, с первого раза. Так сказать, будучи еще не разогретым стримом. Так что, все-таки дело в этой сраной трассе, с которой хрен знает, что делать. Продолжаем. Хрен она. Сколько уже? Ну не полчаса сидим. Поменьше. Я имею ввиду, на этой трассе. Давай, Наташа, поехали. Так, там какие-то уведомляшки приходят. Спасибо, кто бы то ни был. Что бы ты там ни делал. Я просто не вижу. Заранее благодарен. Ну, не заранее, ну да, вы поняли. Ладно, продолжаем наши зверские мучения. Опять же, вот даже супер мотоцикл бы тут не сильно помог. Потому что дело, опять же, в трассе. Раз я одну прохожу с первого раза, вторую я уже, как бы, четвертый раз пытаюсь. Ну да, один раз я финишировал. Один раз с шестым, или каким, седьмым. Или, подожди, или два раза я ссапали. Два раза ссапали. Да. Так, тихо-тихо-тихо, тут у нас неприятный участочек. Вот он, уже, уже, две мили не проехали. Опять этот зипперейс. Я уже не как... Да, наверное, да, как Феррари. Команда фокаперов. О-о-о. Два и шесть. Новый мировой рекорд, ребят. Я просто не верю в это, если честно. Ладно. Рано или поздно, все будет нормально. Я уже вспоминал, что на Road Rush 3 я по часу некоторые гонки не мог пройти. Проходил же в итоге. Просто должно все сложиться в мою пользу. Вот и все. Рано или поздно. Я не упаду. Меня не ссапают. И все будет окей. По-другому никак. Потому что мотоцикл уже ничего не поможет. Но этот зокол так хорош. Я должна не как Феррари, а как Тойота. Который был бюджет наравне с Феррари. И в итоге что не добились-то за много... Ну как немного. Вот это даже уже не Тойота. Которые ни хрена толком не добились в Формуле 1. Что у них там? Два пол позишн было, да? Ярно Трули и Тима Глок по-моему по одному взяли. И четвертое место в Кубке Конструкторов в 2005 году. И естественно ни одной победы. Даже по-моему ни одной ситуации, когда почти победа была. Даже у Форс Индии была почти победа. А у Тойоты нет. Так что, ну что делаем? Терпим, терпим. Мне еще на четвертом и пятом уровне так говнище проходить. Нет, я кстати не фанат Чапаева. Я мало знаю, что у него вообще есть. Поэтому нет, не смотрю. Это мы знаем одного фаната Чапаева, небезызвестного. Но тактично умолчим. Смотрел я его эти нарезочки уже перед стримом с пятницы 13. Да, это сильно. Особенно когда он мышцу пытается показывать, это прям... Александр Невский не просто для нищих, а вообще не имущих просто. Причем, я не знаю, как это, в уральские пельмени вспоминают. Тогда напряги мышцу, таки напряг. Так и он, походу, показывает. Напряги мышцу, таки напряг. Сгорю? С чего сгорю? С Чапаева? Да нет, ну это нет. С чего там гореть? Ребят, я на киномана ни одной реакции не могу снять некогда. Реально некогда. У меня вот пять выходных, но я имею в виду вот сейчас три, потом один рабочий. И потом два. И, блин, это столько всего задумано. О, отлично. Заебись. Ну да, Александр Невский. Только местного разлива такой, местный филиал. Такой. Колхозный совсем. Так, как ни странно, я даже восьмой. Это радует. Но... Обычно я таким на финише приезжаю, и это нихрена не радует. Вот посмотрите на это говно, а. Я затормозил. Вот такое ощущение, что оно тоже затормозило. Да, мучительно. И ничего не поможет нам. Абсолютно ничего. Абсолют ли факин нафин. Я даже не вижу смысла пароли писать, когда я приезжаю на этих нищенских местах. Так, ладно. В теории, в теории. Если больше не падать никогда, то я могу даже в тройке приехать. Но в теории. Тут просто, да, вот эти повороты, связки лево-право, где вот этих сраных тягунов не будет. Ну или будет не сильно много, там последние мили только будет жестко. Сука, вот. Ну что мне, зарисовывать всю трассу? Ну что это такое, а? Блять, этот мудак еще обо все спотыкается. Что я там бомбил со спектрума? Успокойтесь, сейчас будет бомбежка. Ну что это, правда? Блять, включите мне, не знаю, челакс думовский. Я его пройду без сохранения быстрее, чем это. Сам в шоке, сам в шоке. Ну вот как можно, Pacific Ocean, Тихоокеанское Попережье взять и пройти, а на этом просто сидеть, я не знаю. Это не пятый уровень, это не пятый уровень, это третий уровень. А я вот откатываюсь в дно таблицы, к финишу. Четырнадцать, четырнадцатая, понимаете, место. Четырнадцатая. То есть я мог спокойно ехать 60 миль в час всю гонку и был бы, наверное, таким же. Все. Нет, я думал, все. Ну выйди ты на трассу, давай, молодец. За милю я восемь мест никак не отыграю. Тем более тут сейчас всякого говна нам накидают на вентилятор, да? Это не ХАС, это команда какая. Да, давай, 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 беги. Четырнадцать, четырнадцатое место, понимаете? Это не ХАС, это смесь... Как бы вот сейчас знатоки прям со стажем поймут. Это команда Колони, когда она использовала двигатели Субару, а за рулем должен был сидеть Джованни Лаваджа. Вот. И все это по технологиям Лола Суперкарс. Вот. Вот, 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 что это все называется. Убейся, молодец. Еще семь минут просраны зря. Восемь. Мотылек. Больше нам не мешает. Ничего страшного. Да, я знаю, я знаю, что Оливер Берман, я слушал фоном это дело. Молодец, что я могу сказать. Внезапно сесть за машину, не особо знакомую технику, на трассе, которая мало тебе прощает ошибок, и показать достойный результат, а вот это достойный результат, я считаю. Молодец. Ну, новичков, как ни странно, в Формуле 1 нету, который полный сезон я еду. Вот так вот, Чел Медвед, да, я знаю, Берман. Оливер Берман, ну, хоть кто-то дебютировал в этом сезоне, понимаете. Всякие Хюлькинберги до сих пор ездят, которым уже под 40 лет, и не знаю, что от них ждут в команде ХААС. Но, если ты когда вчера тоже ковалу слушал, я от фабричной, по-моему, такую мысль уловил, что, мол, все боятся сажать новичков, потому что они будут бить машины. Ну, видите, это вот, знаете, это собака, которая сама себя кусает за хвост. Вот, реально, то есть, мы будем, бюджеты раздуваются, потому что капитализм счастья, помолись, но при этом мы их будем ограничивать, а раз мы их будем ограничивать, значит, надо играть в надежность. Поэтому нахер нам всех надо посылать из молодежной серии, которые по 10, по 15 лет, да такое, по 15 уже, наверное, отдают. Вот, и десятки миллионов на пути к формуле 1. Вот. Мы будем ездить все с теми же. Зато надежно. Так и живем, ребята. Потом, потом ты говоришь, мне нравится смотреть формулы 1.90. Да, блин, в большинстве сезонов 90-х такие самородки дебютировали, при различных обстоятельствах, что это было просто охрененно. Один только 94-й год злополучно принес нам кого? Оливье Паниса, Хайнса Харальда Фрэнсона, Мику Сало. Он там в самом конце, но все равно дебютнул. Дэвида Култерда. Вот так вот. Электричкой, да? Да, блин, Чемкар, он, посмотри, сейчас этот, Гран-при Сент-Питерсберга идет. О, повезло. Вот в Чемкарах, как ни странно, почему-то ни одна команда не доминирует годами, ни один гонщик не доминирует годами. Обычно борьба за титул ее до последней гонки, по-моему, в прошлом году только, в предпоследней все решилось. И то это в первый раз за хрен знает сколько лет. А, я уж третий, кстати. Почему бы нет, почему бы не посмотреть на Дикар? Или хотя бы последить за ним. Блин. Естественно. Мне попал под колеса песок, и все. Одна ошибка, все, вам перечеркивает нахер всю гонку. Песец, просто песец. Ну, это просто, вот, надо, понимаете, вот, как я раньше проходил рот раш-3, без сохранения. Ты просто вот, можешь час эту гонку долбить, там, ну, ж полтора. Да, ну, вот, в итоге, рано или поздно, оно все придет на круги своя. Собственно, все. По инди-кару. Да, я уже на этом, на Сеге проходил инди-кар с Найджелом Энселом. Сколько? Года три назад, наверное, уже это было. И его же пробовал на Супер Нинтендо, но он там по заморочению. Там уже надо, вот, прям, в настройках ковыряться, там уже соперники так тебе много не проигрывают. То есть там уже надо сидеть, тренировать эти гонки. Ну, а Сеге их тоже тренировал, кстати, оффлайн. Но не так, прям. Очень сильно. Просто там тактику, скорее, больше подбирал. Потому что я даже не запоминал скорости, на которых все проходится. Есть инди-кар на ПК, первые игры. Ну, блин, я, честно говоря, как-то опасаюсь за них, брат. Да-да-да. Ну, вот, вот, за ДОСовский, говорю, вот как-то не лежит к ним душа. Уже. Решил меня арестовать пораньше, да? как-то я не мучился. Ну, ты-то отстань. Сейчас этот еще меня подтормаживать начнет. Полиция вообще навязчивая. Ему в гонках участвовать надо, а он тут... Ему за места реально бороться надо. Ну, да. Ну, если ты опять же их... Опять же, скорее всего, это просто для, так сказать, взрослых людей именно болельщиков инди-кара. То есть, я, например, трассу в Торонто знаю, там нечего запоминает. Ну, ладно, провалы мы помолчим. Да даже тот же Элхард Лейк, я помню, как выглядит. Я думаю, там такие же люди. Ничего страшного. На Денде тех же годов или на Сеге очень много прям игр с картами трассы. Да нет. Так, мне надо как-то сбросить вот этих двоих, чтобы я спокойно доехал на третьем месте. Потому что бабла до следующего мотоцикла мне хватит за 14 штук. А вот... Поэтому спокойно можно третьим приехать. Ну, вот как? Ну, вот просто, понимаете, вот это надо прочувствовать, что называется. Тебе просто вот... Ты попадаешь в кучу песка, потому что тебе надо обогнать машину. Ты выезжаешь на встречную полосу. Ты попадаешь, все, колеса блокируются, и ты едешь поворот. Просто... Вернее, ты едешь мимо поворот. Ты даже по прямой нахер. Ну, как это... Вот как это лечить? Ну, это херня. Из-под коня. Повезло. Тебе просто должно пять раз подряд повезти. Ну, может, ладно. Один раз может не повезти. Как нам, да, как... Киноман про Макаймуру, да? Он должен не просто повезти, он повезти должно сколько-то там раз подряд. Я уже не помню, я... Хроники Дэнди смотрел, хрен знает, когда, поэтому... Кое-что так осталось по памяти. Я на клавиатуре играю. Так у меня тормоз на... Я тормоз нажимаю так-то. Между прочим. Тут просто проблема в том, что ты вот наехал на песок, все, и ты едешь по прямой. Ты становишься пассажиром мотоцикла. Это, я говорю, пока не поиграешь, ты это не поймешь. Если вы думаете, что все, а, какой я криворукий, но почему-то на предыдущей гонке я не был криворукий на предыдущей трассе, а здесь резко все клешни отросли, да? И я в это не верю. Я, конечно, не считаюсь этим скилловым игроком. Но вот все, вот. То же самое, все. И улетел по прямой. Спасибо, до свидания, приходите еще. А не тошнить уже нельзя, тошнить уже нельзя, надо ехать быстро. Я на некоторых, ну, в Rock'n'Roll Racing я играл на геймпаде, потому что очень удобно большим пальцем сразу зажимать команды для стрельбы, для мин и прочего. Здесь, да, в Exide Bike я на геймпаде играл, только когда на одном из прошлых стримов, когда я эту трассу строил, тонкодромную, но там это было непринципиально. Вот. То есть, некоторые, да, игры на геймпаде, ну, тот же, тех же метроидов, потому что шифты нажимать небольшими пальцами, ну, в смысле, ну, ты понял, ладно. Короче, когда они не под рукой, это как-то не очень. Ну, то все, мы едем на спокойном восьмом месте. Я даже никого не догоняю, заметьте. Две мили осталось. А впереди еще говно, начиная с девятой мили. О, вот оно, говно. Кто заказывал его? Ну, вот, пожалуйста, то же самое. Вляпался в песок, все, едешь по траектории, которая тебе игра выберет, а не ты. Так, все, успокаиваемся. В тройку все равно хрен попаду, надо хотя бы что-то вывезти. Прямо, почему тебе накидать нельзя, а? С кулака. Да е... Я не хочу эту игру дропать, я знаю, что я могу ее осидеть. Но, конечно, то, что маленько удручает мысль, что еще... помимо этого раза еще два надо пройти и дальше будет не легче. Да доедь уже, это, мать твою, так до финиша, нет. Да хули делать? Не, ну, блин, ну, это дропать уже, это... Нет. Давайте, наше любимое девятое место. Оу-е. Которое стало... Ну, я же не Макс Верстаппе. То он-то побеждает, а я нет. Еще 360 долларов. Ах... Даже на мотоцикл не хватает, вот что плохо. Я даже пароль не буду записывать, смысла мне никакого. Да, и пожалуйста, только... Да, ладно, мы полчаса сидим, вот, пожалуйста, уже почти час мы сидим. Упал, прочертил таблом по асфальту и заново. То есть тут даже, как бы, и запоминание даже, ну как, оно поможет, но не сильно. Здесь просто момент, который ты не вывезешь в определенной ситуации, тебе может тупо не повезти. Вот, все, вот, это мне сейчас повезло, что я еду по прямой, вот, пока вот эта вот пыль из-под колес, мотоцикл практически неуправляемый. И посмотрите, это не меняется, практически. Просто надо выйти на третье место и как-то умудриться не грохнуться, ни разу. Потому что даже один раз грохнувшись, откатываясь на восьмое, вот это вот опять нехорошее слово, потому что я боюсь, что мне как-нибудь хейт-спичи предпишут, не хотелось бы. Либо я уж просто старый, знаете, я не отменяю такого варианта, что все, я уже просто ни на что негоден. Вот, вот, ладно. Ну, выйди, ты уже на трассу! ВК нет, я же на YouTube все-таки это заливаю, если, конечно, пройду. А то, ВК, господи, ВК. Что только нет, мы это прекрасно знаем. Тут прона больше, чем на порно-лабе каком-нибудь. вот опять. ну конечно зато мы его и любим так ладно эти двое передо мной погнать то их обгоню он еще удержаться так 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 естественно ну ладно лучше чем упасть в любом случае это их дело я вообще не понимаю твич например что там делать ловить совершенно никого там надо девочкам с хорошими внешними данными ли те у кого уже есть аудитория находиться и стримить это да мне там делать нечего он опять же здесь таскать все свои каждый зашел написал что хотел и все и дело с концом а там регайся заходи с телефона это неудобно ни хрена зашибись да не катись ты через весь штат катись уже до самого финиша раз уж такое дело ладно шансы есть впереди почти пять миль и надо отыграть два места так в общем то до 9 миллион до 9 миля если мне память не изменяет в целом то и в общем нормально чисто на везение и естественно да я вспомнил этот момент но тем не менее мне завезло так считать так извините я пока не буду чат читать и забить блин опять этот песок вляпался так мы так два места никогда не отыграем ладно кто-то нарисовался на то один ай нет естественно естественно потому что что то же самое строго до трого еще существует как и у вас просто блин я уже начинаю в отчаянии впадать если честно тут просто к это душнилова натурально а еще этот хер приехал здорово а чё арестовать не будешь восьмой наше любимое место даже гудгейм существует сильно на я лучше на руке буду стримить да все жопа здесь уже надо будет ехать в топ-3 и все спокойно на понятно ну и хрен бы с ними говорится здорово славик мы тут все страдаем одну и ту же трассу как как день сурка проходят единственный вариант я сейчас накоплю 14000 и попробую на другом мотоцикле просто пройти хотя это не сильно поможет дело не мотаться кстати так то сейчас будет тоже момент хреновая с финишом все вот я не могу эти херня который хотел это кто например токс работ пришел отдыхай про песок я уже хотел было сказать но еще и финиш да прям перед самым финишем нам тут накидывают ну конечно трасса писец какая душная просто уже не знаю на самом деле блин 9 990 да мне не хватает вам давайте запишу пароль выстраданный для кухар что ли коля он пытался на руки его стримить или пашкина вам больше вариантов как-то нет да четвертую ранее хотелось им пройти конечно не дойти сначала до него да ребят это будет надолго я чувствую пустыня будет прям офигенска давай наташа а понятно тут какой даже я не знаю я не удивлюсь если он какие там зимбабвийские сайты не перепробовал а а то а а а а но тот человек может сказать я перепробовал жизнь все вот скоро будет бизнес-курсы продавать давайте еще здесь попадаем прекрасно ну вот пожалуйста чем я лучше нашего героя да ничем страдай херня если честно на самом деле печально что так вот вообще тупо ничего не получается давай трамплинчики трамплинчики 12 место просто прекрасно снова в песок наехал ну да про этот баг и даже уже забыл буду откровенен чувствую я тут потрачусь скоро на стриме блин ну реально ну что это такое вторую игру подряд дропать причем явно с намерением таки взять и пройти спасибо но это только десятое место как-то надо за 7 миль отыграть еще 7 мест причем мы знаем последние две полторы мили там просто обосраться можно от натуги с этой трассы и представляю что будет на пятом уровне там скорее всего на самом финише такой говнище будет валяться извините за то что часто употребляю всякие вот эти вот туалетные вещи но блин это реально уже просто раздражает то есть как вчера нормально идти то есть первый второй уровень вообще без проблем и так встрять жестко на третьем на одной трассе даже ладно сердце 5 просто писец что это вот что я вот в этой ситуации как должен поступить водитель в этой ситуации объяснить это просто не можешь управлять мотоциклом дожмешь на тормоза абсолютно по барабану девятое место вот после это выжимкой из вот вот самого худшего что может быть а да я знаю я это знаю broad rush я такое встречал просто все стал бы давайте соберем чё уж там а мы пятнадцатым еще не приезжали ну реально вот эта игра даже вот просто в морально силу высасывает начинает уже брать я просто фейспалом сейчас сижу этот хер меня не арестуют он как издевается не на мега драйве я за 2 1 раунд раш на себя не уговаривайте даже вот это вот сидеть бесконечно ты тут просто писец пойти за миллиард грязно с четыре раза я эту предпоследним и последнего пятки отдавливаем и и и и и и и и и да ты думаешь рода раш первый легче был на мега драйве да нихрена особенно 5 уровень какой мотоцикл не бери на ракету садись хоть на самый читерский трассу еще попробую вывези а все у нас они почти 9 миль я еду на привычном до 8-9 месте как ни странно никого никто не снес не снесла меня боковуха это прям отрадно как ни странно а ну все а нет не все мне больно ребят на физически больную становится мне надо реально на насадится и играть по всякие на первые места зачем тебе это за первые места кубок не дадут делка что я реально ну ну что это такое походу не надо все-таки на казуальные игры переходить которую-то реально надо проходят как не знаю ну не конечно не коты феликс еще вот до секрет эти юны пингвины монотари и прочее потому что все я по ходу скатывались нанесло в молчаливые стримы все это превращать но не знаю есть у нас один тип который любит молчаливые стримы но постараюсь не доходить до такого мне проще потратить время на что-то другое так здесь единичка так блин ну сколько можно я уже батл тос готов затащить мы японскую версию кстати затащу хрен там бесконечные канты а мирскую нефа да видел я его сверх нарезки конечно с вебкой и проходить без звука это конечно сильно то есть да бывает такое что например но человек там ну либо запускает уже заранее что-то пройдено на но берем тоже думерского zero мастера который суетом офигенные демки запускает он не ведет стримы не там никаких комментариев делать он может длинное описание к видео сделать это да но как бы этим он берет да есть там молчаливые стримеры но которые тащат там такие вещи которые блин кроме них единицы тащат нашел круто ладно во втором road rush я проходил сколько времени аляску полтора часа по моему самое интересное когда я выезжаю на песок на обочине мне нифига то есть все как бы нормально и стабильно машины не грязные ничего такого и и и и и Продолжение следует... 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 Так, третий... А, это второй уже получается? Прикольно. Так, ну нам еще к 9 милям надо... легкий запас сделать потому что потом будет больно так все сейчас начинается говнище вот она вот она просто вот что мне надо было делать не побольше надо было бежать этот сраную встречку ну что правда игра вот разработчики сети поиграйте в это вы считаете то честно вы считаете нормально я не считаю все главное просто доехать уже потому что все ну все никаких шансов на топ 3 ну ладно тебе могут они все пожалуйста всю гонку практически ехал прекрасно претендовал все на последних милях все обосралось просто-напросто так здесь тоже у нас сейчас будет какой-то не в минус да вот этот вот эти вот резкие штопоры начинаются машина то дорога то влево то вправо у нас пб у нас лучший результат на этой трассе седьмое место а мы сел не хватает денег потому что я что до этого похер едем дальше что мы приближаемся к полутора часам мучений а а а а а а а Продолжение следует... 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 наше любимое восьмое место прошу любить и не жаловаться на новый мотоцикл ни хрена не хватает а кстати что по характеристикам на 5 сушки он он чуть-чуть легче чуть-чуть мощнее это круто да смысл я не я не вижу смысла ну что ж мы подбираемся к отметке полтора часа стрим это мелодия уже наверно в днк отпечаталась другие мы скорее всего сегодня не услышим но отлично а а а а а а а а елки-палки вляпался так вляпался кармагеддон просто поиграть да на стриме у меня очень много дел на эти выходные все понимаю нам надо сделать дохренищи просто дохренищи часть уже конечно сделано но еще много чего предстоит хотя даже сколько можно одной тоже терять все а 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 я помню я прочитал что написал а 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 Продолжение следует... 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 прошлом уровне не нормально еще не врезался бы во все подряд вайпер мы с тобой разъедемся вообще до третий раз столкнемся на четвертый раз а нет не получилось нормально меняет кстати мы видим что-то другое помимо этой пустыни он бутерброд но мне повезло пойти вот я даже прошел пустыню я не особо рад этому вот в чем дело вот ладно я уже пятый неплохо кстати и уже даже почти четвертый то есть хотя бы с мотоциклом проблем нету может быть даже меньше носить будет в поворотах и удастся что-то сделать дельное так я 2 в общем то а блин нет деньги нам нужны деньги нам нужны ну ладно сейчас мы и первые так поймем обойдем да нет нет да да за меньше чем за две минуты то есть мотоциклу только все самое хорошее потому что там толкался с одним из типов три раз подряд а лаки люк да лаки люка тащи так это имба просто это да это прямо спасибо что вспомнил такой только в третьей части он бесячий просто до нельзя даже вот эта мадам х которая с нюнчаками который почти весь лайфбар сносит она просто девочка конфетка по сравнению с этим чудаком так ну все мы вырвались вперед дистанция будет миль 12 не меньше с половиной рассчитываем на этом теперь главное не врезаться него что и наш человек свисток чтоб нас не захомутал хорошо объехал сам все не похвалишь никто не похвали опять миль меньше чем за три минуты круто еще под два раза считай постольком да ну хотя бы с техникой все нормально то есть в том смысле что мотоцикл нормальные не надо превозмоганием заниматься да согласен а ты мне тоже что хвалит спасибо сет я очень признателен серьезным без всяких шуток иронии посторонней спасибо что терпели эти полтора часа были со мной реально я ценю потому что я бы не факт что я бы продержался даже если относился бы очень лояльно к человеку по всему из предела так тихо 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 кстати да такое ощущение что если так называемый держак как любит выражаться алексей попов на трассе гораздо лучше то есть типа сцепление на трассе в пустыне даже само по себе слабее ладно 6 7 мили примерно по дистанции проехали примерно говорю об этом примерно точно не знаю сколько точно сейчас дорога будет извиваться по страшному как к змеи в батл тоц так перекрестки вы так главное силу да ну блин поймешь одно дело оффлайн оффлайн как бы она мужской даже не счетово то есть там эти попытки не считаешь да там уж один вечер сей 23 все прошел и прошел наверное блин жаль что в каком далеком 2006 или седьмом году не было стримов возможности стриме сейчас было бы круто посмотреть как я проходил бы готовой сити потому что я там только на одних трюках на лодке сидел днями да и вообще на простых на простых миссиях относительно простых чем игра похожа на батл тоц всем зеленого много вот уж те дубайсят еще ладно заметьте полицейский за пять минут ни разу не появился я знаю после этого он обязательно появится на тем не менее так мы неплохо оторвались но явно потому что если за две минуты ты вышел лидера все логично корова так ну что 9 миль разменяли жалко что нет такого как показано как отрывы да ну понятно что типа ты едешь мотогонка от первого лица то есть ты когда едешь точно не знаешь как там далеко близко ли кто-то ташни там хронометрируем автогонки типа той же формулы так было прикольно хоть как-то понимание ситуации понятно что в мега драйвовских этой нафиг не надо там те никогда не отпустят по большому счету то есть два варианта либо соперники всегда рядом что чаще всего либо они в зеркала за или в зеркала заднего вида и либо их нет зеркала заднего вида но скорее всего не скоро появится как бы ты там свою задницу не напрягала хоть тасом едет да 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 это понятное дело так 10 миль есть ну еще пара о там здорово ох ты кордончики уже у нас выставляются да вы просто батенька оборземши все нормально даже перекресток проскочил одну сейчас по-любому на перекрестками жопа хватает какая-нибудь не хватанул и этот приедет как раз арестовывать так ладно надо теперь вообще не сильно не газовать просто доехать сейчас я и отвечу подожди сад я должен эту гонку пройти так тут дофига всего лежит так далеко ли далеко ли далеко ли до финиша далеко ли до таллина корова корова не знаете нет я не буду вас спрашивать как не сам доехать ой бутербродик бутербродик о почему все машины менты тут с ирландскими фамилиями возможно а нет а знаешь кстати говоря есть ответ на этот вопрос есть ответ на этот вопрос правда он не совсем будет корректен как в смысле и тут очень толерантен а в том смысле что не совсем верен блин мне щас дико повезло транс микс это размену все пора бы уже финишу появляться и уже и так тошню 8 минут гонка это четвертый уровень еще перекресток и для счета пятнашка что вполне конечно пустые не выдержу такое расстояние на мотоцикл сяну также заносит от этих кусков грязи или чего-то там еще перекрест ай-яй-яй-яй охренеть 8 минут 45 секунд в жопу пошли просто ирландские фамилии потому что большинство же ведь какой тут красавчик большинство же полицейских это ирландцы но они по крайней мере приходили вот ирландские мигранты туда подавались может быть что-то лишь личное понятное дело что это было то что они подавались в середине века даже там начале века но тем не менее хреново вот сейчас было просто писец как хреново погнали погнали да это чё а а я пасифик коуст сейчас на луна точно просто тупо не повезло опять же ты не знаешь нас ладно короче говоря тактика такая я выхожу вперед и начинаю просто ехать отвратительно медленно ну как просто тактика очкозавра во все поля пока кто-то не появится зеркала заднего вида только кто-то появляется все значит можно нужно чуть-чуть пободрее ехать не так а стараться ничего другого предложить не могу надо хотя бы пройти на одну а лучше две гонки сегодня уже по моему последний грас уголит травяная долина самая простая из всех а вот дали сок конечно будет жестким но пропустим вообще молчу пустыне надо уделять уже отдельно целый стрим чекапона да блин димон видишь димон поехал в спб в поезде он сказал что ненадолго заскочить на стрим чисто поздороваться талян может уже спится он не сильно многословен на стриме поэтому да ничего страшного ой ой давай чё разлегся вставай вставай имжан на работу пора красавцы просто супер тут надо бежать по бочине придурка кусок нормально откатились ладно прорвемся еще разок а может и нет ого кто приехал да хватит ой 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 700 баксов да ребята даже я думаю четырьмя стримами мы тут не обойдемся ладно маленько еще можно погонять 10 g7 а а а да ты же у нас дьяволист ну хорошо тебе поиграть надеюсь у тебя получается лучше чем у меня сейчас потому что сейчас я чувствую но уже не такую суровую боль но приятного мало туши пустыне все равно проходить он погнали пассифика уши ну поняли я уже 50 50 тысяч на раз оговариваюсь поехали так мы проехали порядка 14 миль финиша как бы не было хреново а а а а а а а а Тёмное пятно на сердце, дроп на ногу, когда уперся в голлаб. Ох, я вообще, честно, про дьяволу мало знаю, к своему стыду. Ну, ну чё, когда-нибудь до неё дойдём, наверное. Не, если я подропаю все игры, которые мне зареквестили, то почему бы не взяться за дьявол? Её тоже можно дропнуть. Нет, мне всё-таки... Твою мать! Всё-таки хочется ещё попробовать Might and Magic с NES-овски. Что-то всё-таки есть доставляющее в NES-овской версии, хоть она, конечно, с ней надо разбираться сначала долго и упорно, но тем не менее. Что ж, я NES-овскую версию осилил, то пусть с сохранениями, да, но я показал всё, что можно было в ней показать. То, я думаю, и с NES получится. Красиво. Интересно, вот теперь делайте стап, что я буду дольше проходить, это или рок-н-ролл рейсинг на Сеге, на Воине? Скорее всего, то и другое, блин. Вот, вы, вот, вы каску пинаете, а он взял и прошёл рок-н-ролл рейсинга на Воине, причём за четыре с половиной часа. Я так и близко не сумею, я хоть бы за четырнадцать часов его прошёл. Блин, вот, чат-то надо читать, я понимаю, но гонка ещё длинная. Так, начал до нового, ага. Ага. Ну да, короче, я чувствую, мне будет весело, когда я доберусь до всего этого. А что делать-то в таких случаях? Дропать? То есть, в смысле, всё, софт-лок или что? Вот, просто объясните, вот, допустим, я в такой ситуации попаду. Естественно, не один час я буду думать, а какого хрена не так? А вот какого хрена не так? И как найти выход из сложившейся ситуации? Пожалуйста, ответ в студию. Не, ну всё-таки там же были типа ролики, что у меня лолл скилл и так далее. Ну, как бы, я, конечно, последний человек, который его будет защищать, но тем не менее. Те же Streets of Rage-то он тащит на максимальных сложностях. Ну, по крайней мере, на высоких сложностях, не на нормале. Значит, что-то-то есть. Я понимаю, что можно сказать, да, задорочи любую игру и ты её будешь проходить. Ну, если Streets of Rage брать на всяких хардостах и маниях, там задорочить мало. А, всё, я первый. Внезапно я первый. То есть, всё, я говорил, что надо тошнить. Всё, начинаем тошнить. Да, кстати, по титру можно понять. Да, видите, он отстал. То есть, типа, он отстал прям со всем, что игра... Ага. Лучше б ты отстал навсегда. Ты только приставать можешь. Слышь, товарищ, пошёл отсюда. Вообще, тут хитбокс, конечно, у кулака просто моё почтение. Ладно, его, в общем-то, можно возить за собой при условии... Что? Ну вот как? Ну вот как? Как нахуй? Извините за выражение. Понятно. По поводу твоего комментариев. Да, ребяточки. Тут даже хороший мотоцикл нас не сильно спасает. Так что, фармить или нет, это уже, в общем-то, дело десятое было. Ну, прям вайбы этого. Road Rush 2. Серьёзно. Да, обычно. Ещё, короче, ты можешь играть там, не знаю, на один десяток часов. И тебе может игра послать нахер, да? Сильно. Сильно. Вот игра после этого в Diablo, понимаете? Вы же антирекламу проводите. Вот как в Red Zone, мне вчера порекламирули. Я внес её в список будущих прохождений когда-нибудь. А Diablo? Мы посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Ядрите. Я понимаю, что лучше играть в GTA. Там с этим проблем нет. Ну, по крайней мере, я не беру там какую-нибудь первую, вторую, а начиная с третьей. Кстати, да. Как-нибудь... Блин, видите, я не хочу сейчас пока игры запускать. Мне потому что нужен второй экранчик. Я не хочу смартфон свой, еле живой, для этого использовать. Потому что ему хотя бы ещё до лета надо работать, а там уже я себя накоплю на новый. Вот. Вот так, конечно, можно было трёшечку-то запустить. Трёшечку играл давно-давно, в последний раз. Ой, Наташке в щи прописали. Ой, она теперь обидится на меня. Я ещё как назову пройду сейчас эту гонку, да? Нет, просто тупит он по-страшному. Ну, четвёртый год. Аккумулятор пока работает. Всё-таки с лишним он держит нормально. Ширт, шорт, шит. Поднимайся. Вот. Просто он тормозит. Ему уже иногда, вот просто, такое ощущение, что он уже отстань от меня, хочет сказать. Отхватится работы загружать, всё, отстань. Так. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, а кто их искал? Всё, играли без инструкций, без нихрена. Помоги себе сам, что называется. что в действии спектрум был тебя вообще ничем не пугать такому что тошним узнаете четыре с половиной мили а мы не четвертый должно уже ехать первыми с отрывом в те же самые несколько миль да мне пофиг мне ничего не нужно он такое приложение основные которые мы все пользуются пара рабочих и все все остальное не сильно волнует и кроша круто наслышан наслышан лишь у меня комп появился да и ладно маме пока полицейских нет все нормально я первый кунг появился когда мне было почти 17 лет а то это очень тупо повезло так Так, я второй, еще надо донать первого, потому что нужны бабульки будут, потому что нам желательно потом купить самый крутой мотоцикл на 5 евро за двадцаточку, и все, я думаю он тоже такой, несколько имбовый будет, вот он, красопед, приехал, дядя, оши дорогой, ошикарно. Песка насыпали как в пустыне, блин, что машина не сбила, она как раз должна была с ним пересечься траекториями, кто тварь, адский пес, блин, реально пес, по всем признакам ты пес, кроме верности. Ладно, обогнали. Ладно, что он еще раз нас не вломил нам. А, все, отстал, как раз, ну не совсем отстал. Так, ну ехать еще полно, время, полно, полно, короче, минуты 4 точно. Рассчитываем на это. О! Нет. Пожалуйста, игра, не делай этого. Елки-палки, вот это длинное сообщение было. Я просто показать полностью. А я полностью сообщение не вижу. Так, я третий, ну как бы норм, ну понятно, что можно приехать первым. Ладно, в общем-то, если спокойно ехать, я их все равно догоню, так или иначе. Если напрямых топить, в поворотах тормозить. Ну, собственно, вот второй уже. Второй пилот Дринкинс. Ну, понятное дело, что русская рулетка, естественно. Мы развлекались как могли. Так, ну что, до первого, достать бы. Ух, повезло. Не повезло. Беги. Четыре года. Круто. Так, Чип и Дейл. Нет. Срань. Не успел, не успел, не успел, опоздал. Спасибо, что подтолкнул. Сейчас, извините, но мне надо доехать хоть одну гонку. Я уже хрен с ним, пусть будет четвертое место. Потому что чувствую, не на последних милях вообще-то, может даже кого-то и догоню. Елки. Ядрить. Мне сейчас дважды просто повезло. Мне сейчас дважды просто повезло. Ну, судя по тому, как трассы избиваются, да. Хотя хрен знает. Сраный кордон. И все, меня поймали, да? Девять минут. Нет, не поймали. Так, надо записать себе, что 14-6 это кордон. Очень мерзко расположен. Ура! Книшировали. И раздолбали мотоцикл. На бейске писать научился раньше, чем письменные буквы в прописи. Круто. Так, по 3000 за первые места здесь дают. 3, 20, 1200, окей. То есть, в теории могу набрать пятнаху. Ну, то есть, как бы, вот этот Диабло, вот о чем речь. Самый вкусный, лакомый кусочек будет у нас. Ну, вы понимаете, я нехера не прошел. Но пароль я оставлю. Потому что лишнее... Сколько там? Ну, почти косарь. Не повредит. Ладно, давайте сегодня пройдем, я надеюсь, пройдем Pacific Coast. И расходимся. Да, я думал, игра будет попроще. Тут даже дело не в фарме. Тут реально просто писец. Давайте. Давайте. А, все. Наташка, конечно, это все. Злая теперь меня. Приготовила плетку. Горящую. Ну, вы поняли, отсылка на кого это. Я так лишний раз не хочу упоминать. Все-таки у человека тяжелый период. У нее еще год с очень неприятного события, мягко говоря, неприятнее, чем вот это вот даже. Ладно, это дурацкая шутка была. Да причем фабрично? Нет, это там наша знакомая вообще с Димоном. Который очень сильно не повезло в жизни за последние пару лет. Ну что, я, кстати, про фабрично вообще толком ничего не знаю. Кроме того, что она комментатор. А ее зовут Наталья, и она вышла, там, относительно недавно за Попова. Наконец-то они расписались как-то. И вообще, честно, не понимаю, как можно, там, десять лет в отношениях потом, ну давай поженимся. Ну давай. В чем прикол? Здесь держите, потом расписаться. Давай, беги, Форест. Опять ты на своем любимом пятнадцатом месте, Катя. Шо? Чакая-то. Аааа! Ну. Хорошо. Ааааа! а я ри я ри и батарейка он прибежал сейчас подпоет на не сильно то и хотелось да слушайте делаем ставки сколько у меня сколько у меня уйдет тысяч часов на все это не знаю да попова почти полтинник она чуть ли не моя ровесница насколько я помню ну и плюс ладно чужие деньги не считают но я думаю попов явно не бедный человек типа проверял ее ну хз да в этом плане конечно я в какой-то мере искать людям обеспеченным и известным не очень-то завидует потому что хочет и все спутника жизни а хрен знает да она все название да да блин я посмотрел в чат и вдолбался в машину ну что это такое 2 2 десятые мили 300 метров проехал вообще охрененно вот в этом плане конечно не завидую людям то есть хочется спутника жизни просто банального человеческого счастья а за бабки ты все спутника жизни не купишь который будет там разделять твои интересы и так сказать утешать тебя уставшего в горе в горести и так далее разделять радость искренне и все такое прочее ты к сожалению за бабки не купишь да ты сад вообще ты молодцом все впереди тышник опять же не будем ладно пальцем показывать хотя хрен с ним вы знаете о ком кого мы любим так что тут говорить нечем я уже второй несмотря на свой бамп в самом начале неплохо так конечно не настолько неплохо чтобы вот так вот всех пропускать мне уже просто особо говорить нечего нет мне нравится спасибо большое что приходите поддерживать разговор реально если бы еще с полной тишине и голодным забросил в игру потому что ну хер знает но и как корень какая по крайней мере закончил бы стрим потому что что тут еще о чем тут еще может быть разговор но понятно что олигарх понятно что нет он никакой не там потанин условно говоря но извините но у него зарплата явно не 40 тысяч рублей в месяц и там не на и 20 из них съедает ипотека давайте не будем об этом то есть человек можете плюс опять же насколько я знаю он далеко не из простой семьи если в 17 лет на гран-при бельгии восемьдесят девятого года допустили в качестве типа журналиста ли он попал точно по моему дед тоже известный журналист был и таким образом он так рано попалась и 18 лет он сами по из мамам монако вот это вот или сами поймана калика как правильно называется был уже и 18 лет гонки комментирует даже 17 и писал уже в газеты заметки то есть извините но много вы знаете школьников которые вот так берут и делают что-то мои заметки как-то до сих пор лежат в архивах нквд нет просто в архиве так ладно все спокойно пытаемся доехать оставшийся я даже договорить не успел игра имей совесть так что все равно знаешь сейчас времена такие большим многим ну как не большинству но есть определенные слой людей которым заработать лишь бы не работать зашибись то есть типа их обдирают там хочешь сказать ним я опять же я не считаю там чужие деньги по барабану но это как минимум странно что капиталистическая машина и здесь работает на полную катушку обдираем даже таких людей известно ну извините этот вообще странно ну плюс вообще опять же попов как бы там ни было довольно че и слышно и уже давно к сожалению в этом его минус как-то быть попроще надо и ведь типа тянутся а в целом общем я когда на больничном был прошлой осенью да и сейчас вот фоном слушаем на комментатор как комментатор с другой стороны там есть конечно разбирать его но разбирать опять же прямой эфирный комментарий тоже такое себе потому что вот я прямом эфире тоже не блеск ораторского искусства урод просто урод самый натуральный а даже так еще серьезно ну блин это тогда как-то не очень да еще плюс ему в карму потому что тогда это действительно круто потому что это все таки еще любовь к спорту сохранилась здоровься на чему еще заниматься блин даже эту гонку мы пройти нормально не можем понимаете все шло отлично в первые же попытки но говорится что-то пошло не так то есть короче мяч этого обдирают до людей прямо обдирая хреново на самом деле то есть больше сказать ты ничего что еще добавить на этому сам бы выдал бы блин при аресте только не первым поэтому по шикарную так ладно короче как с пустыней играем через час нам где-то повезет но сейчас от какого момента только отсчитывать от нынешнего сейчас или короче блин если честно то страшно это все конечно во вторник я еще постримлю это дело но еще впереди пятый уровень как-то все на мастер систем было проще все такое ощущение не знаю с чем это связано или может быть у меня реально короткая память стока это за два месяца или по 100 за месяц да даже по 100 за месяц на что это несерьезно все таки москал это не наш курсктаун черноземья короче ладно ребят сразу говорю во вторник будет стрим на следующем выходном вот это вот мы еще кэш погоняем что благо выбор трасс будет я блин не страшно предположить что редвуд нам покажет ничего хорошего но по крайней мере есть техника которая позволяет побеждать это уже плюс это здесь не надо то есть тащить на идеалах так сказать почти что то сам тазом это уже плюс то есть все таки мотоцикл за которые переживал нормально на хороший мотоцикл в конце концу заработаем тоже нормально да ладно короче это 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 печально получается и там люди на энтузиазме тащит это дело может конечно народная любовь имеет значение вполне возможно так сергунчик от нас все не отстает что очень странно и по моему все таки мотоцикл в поворотах рулится гораздо лучше но опять же это пока я по пустыне не пройду и не пойму сегодня уже точно не пойду залечить моральные раны короче всех всех нас обдирают если мы не на самой вершине пищевой цепочки боль если честно все спокойно едем дальше так сет без обид ты можешь писать если что промотаю сообщение но я хочу добить эту гонку хорошем смысле то есть все таки надо уже дотащите ее это вполне реально вполне по силам ус надо как говорится собрать пазл воедино да еще ехать порядка шести минут хорошо все потому что извини ну реально длинные сообщения сейчас уже ставить игру на паузу я не хочу уже как говорится все ты вливаешься в это дело и настрой чуть-чуть сбиваются даже паузу поэтому я извини ну давай молодец обогнал заметьте кстати пока никто не приближается из соперника это означает что можно реально тошнить ну блин еще тошнить и тошнить такими темпами ладно здесь по крайней мере прикольный музон вот он не достает хотя есть еще полтора нас слушать его вполне может быть обратно вот он ну здорово счет до финиша мне будешь сталкерить так блин надо как-то объехать я поймал пусть преследует ну вот зашибись ладно такое же было примерно мастер систем ты можешь ехать как года но полицейские может все испортить к хрена так давай-давай-давай выбираемся из этой сраки 10 мин уже есть опять 25 я уже он догоняет меня ну все да это так кордон на 14 миль у нас кордон кузьмича который очень хорошо бьюсь он справа твою мать ребят ну это просто боль вот ты просто эти вот этот едешь едешь и все у тебя бах а вот вообще прекрасно ну что две гонки за два с лишним часа пройдены так ставка 80 плюс есть это объема работа цифровировать санта не жирно для москвы это даже мало хорошо подрабатывать ну да понятно донаты всякие подкасты мне каждая опять же это делает ну что мне делать если честно уже никакого настроения продолжать 2 часа 26 минут просто ну что это такое блин вот все все мои достижения обидно ну блин это проходите эту каждый уровень я буду блин по два минимум стрима а то нам и по 3 дропа тит тоже не хочу ну блин и сидеть вечерами о фланге тоже не хочу короче непонятно ладно давайте решающая попытка и все и расходимся и блин ну ладно во вторник и конечно попытаю счастье но болен не знаю не знаю вот этот штурмовой просто стриме не хочу это превращать точнее в серию стрима не туда да вот именно тем более каждая гоночка потихонечку быть проходится опять же техника позволяет это сделать ладно давайте просто не хочу весь месяц это стримить понимаете вот сегодня ночь там 10 потом 12 16 просто до конца марта заниматься ладно я может потренирую зато формулу один менеджер как минимум начну разбираться с ней потому что менеджер это что-то интересненькое новая стезя хотя стоп была такая игру ли об один сюркус там тоже ты по сути менеджером но там она такая все таки больше гонки чем управление командой зато подбираешь настройки смотришь как твои гонщики едут можем помогать там подгазовывать но это чутка не то они сильно надо покупать ворочать баблом и так далее мне интересно тем более под новый год нам подарили монополию нужно пару разик поиграли ухты повезло а теперь не повезло да вы издеваетесь что у кого-то еще походу с цапом или он просто не успел остановиться формула ван менеджер там 80 какого-то года не помню что тут происходит на трассе лютый беспредел на дорогах луна димона нет он бы заценил правда я знаю что группа луна по-другому пишется но все равно кстати почему никто не обратил внимание что с нами едет серфио типа серфио перес вот все он просто не отстанет напомним мастер-систем такое было что просто все начиная с там последующих уровней полицейские те просто не отвязываются не на нес на zx spectrum формула ван менеджер а я до этого играл на фамикоме в f1 circus там тоже есть констрактор мод или что-то такое ну короче говоря типа ты тоже менеджером становишься на варь там мы наживить практически нечего вернулся кое-как да давай слезай говно с колес какого из васильев у нас тут много общих васильев знакомых а я понял у меня василий о димон да ну у него будет прекрасно такие возможности еще еще два самых сложных уровня даже не начато я бы даже сказал ни одной гонки еще не пройдена тем более начал с таких с разминочных легких он воскать давайте начнем с говнеца и уже распрощаемся с ними надолго но нет так все сейчас еще несчастно вот холдога оторваться и потом уже ехать в свое удовольствие стараться по крайней мере потому что у нас мы видели различные заграждения и прочее прочее да 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 спасибо вот только я думаю это мне придаст уверенности и я сейчас все затащу еще и капсул написал вот этот вообще правильно да гонка что невменяемо длинные считаю это перебор и да когда опять же одна ошибка может очень дорого стоить это тоже не совсем правильно до каждую год гонку ты прошел новые естественно на топ-3 по сути ты и забыл опять что может не вернуться но это уже на добровольных начала в общем то да это плюс просто как-то баланс резко меняется но опять же это это признак всех road rush и первого второго но третий на только не столь силен в этом плане давай 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 едем 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 ехать еще до хрена столько же по сути это четвертый уровень не последний последний ты пятый но там по шикарно так нам надо разъехаться всей нашей дружной компании и мы внезапно разъехались потому что но надолго ли она пока мы с ним тут гонялись десятку миль мы смогли разменять но опять же ехать еще ехать порядка трех минут еще гонка собственно ладно вот пожалуйста чем не надо было делать то ситуацию да вот тут прыгаешь и все поворот улетает мимо знать да наизусть пошли догонять не пошли догонять перец проехал мимо как всегда 2 так там на 14 милях наш любимый кордончик надо как-то не забыть это дело так так Так, спокойненько. Ух ты, блин! Но он уже успел отстать. Что довольно странно. Так, 13,8. Естественно, тут, как всегда, налипнет всякое на резину. Так, 14 миль. Машина по правой стороне. 14,4, насколько я помню. Вот здесь, да? А где? Или они что, в рандомном порядке теперь ставятся? Вообще прекрасно. Если это так. А, нет. 14,7. Так, блин, что, первого мы вообще не догоняем? Ну ладно, хрен с ним. Второе место тоже хорошее место. Не трешка, так двушка. До супер-мотобайка нам, конечно, еще рулить и рулить. 14,000 надо. То есть, ну, как теоретически можно, конечно, сделать. Если я буду вот так пятым периодически финишировать. Ладненько, ребятки. Все. Пишем пароль. Да. Игра смачно дала поддых. Три гонки пройдены за стрим. Почему первая была сразу же пройдена. А остальные я тащил 2 часа. Ну, без малого 2,5 часа. О чем-то это да говорит. И это учитывая, что вот Pacific Ocean самое нормальное. Да какое-то гг. Это хэ-хэ. Я имею в виду не Фрэнсона. Такие дела, ребят. На этом все. До вторника. Завтра вечером я буду заниматься своими делами. На сегодня все. Всем спасибо. Да, конечно, тяжко это. Ну, ладно. Что поделать. Будем тащить. Будем тащить. Все. Всем до свидания. Доброй ночи.